Большое спасибо Катерине Михайловне и прошу выступить Дарью Олеговну Жорник. Вы сами назовете, как называется? Да, спасибо. Я могу сама. Я хотела бы сегодня поговорить на примере мансийского языка в Свердловской области о проблеме, социальных проблем языковых сообществ, с которыми мы можем сталкиваться, когда занимаемся ревитализацией, активистской деятельностью. И это, ну, в основном это доклад-рассказ о деятельности нашего проекта, но также в некоторой степени доклад-размышления, потому что у меня нет там готовых решений на эту тему, просто это то, с чем я сталкиваюсь и то, что наталкивает меня на разные собственные размышления. Итак, начну. Собственно, очевидно, что работа по ревитализации должна обязательно происходить совместно с представителями языковых сообществ, исходя из интересов языковых сообществ, и, соответственно, здесь нужен плотный контакт с носителями и с энтузиастами. Но чтобы активно участвовать в такой работе, представитель языкового сообщества должен иметь мотивацию, время и достаточно высокий уровень жизни. То есть он не должен быть постоянно занят решением бытовых проблем и должен находиться в хорошей безопасной среде, чтобы он мог задуматься о работе с языком. И также в некоторых отдельных случаях вопрос, скажем так, выживания языка тесно связан с вопросом выживания самого языкового сообщества, что мы видим как раз в случае Свердловских мансий. И, собственно, на примере мансийского языка я хочу немного об этом поговорить. Сначала пара слов буквально про мансийский язык. Он распространен в двух смежных регионах. Это север Свердловской области и западная часть Хантамансийского автономного округа. Внутри зеленого прямоугольника это салатовые кружочки, которые закрашены в разной степени на прекрасной карте Юрия Борисовича Корякова. И между этими двумя группами мансий, теми, кто проживает в Свердловской области и теми, кто проживает в Хантамансийском автономном округе, есть очень много различий во всех смыслах. При том, что лингвистически они достаточно близки. У них есть небольшие фонетические и лексические различия в диалектах, но взаимопонимаемость очень высокая. Но именно в плане социального, в плане образа жизни и в плане сфер использования языка различия очень большие. И я хочу сначала небольшую сопоставительную характеристику сделать. В ХМАО, если с вашего позволения я буду называть это так, потому что говорить каждый раз Хантамансийский автономный округ очень долго. Так вот, в ХМАО около тысячи носителей мансийского языка нужно провести более подробное исследование, чтобы понять, какая часть этих носителей на самом деле активная, то есть использует язык в повседневной жизни. И это около 90% всех носителей мансийского на сегодняшний день. По переписи 2010 года на мансийском языке говорило 938 человек, но кажется, что эта цифра все-таки немного выше. В ХМАО говорят носители среднего и старшего возрастов, и очень редко можно найти детей, которые говорили бы на мансийском языке, или молодежь. В основном это вот уже взрослые или пожилые люди. Носители в этом регионе проживают в городах, в частности в Хантамансийске, например, и в других тоже, в достаточно крупных поселках, в том числе совместно с русским или коменаселением. Некоторые в традиционных маленьких мансийских деревнях, которые находятся вдали от дорог, труднодоступны, такие тоже, безусловно, есть. И еще одна особенность заключается в том, что в Хантамансийске есть пара мест, где можно найти рабочие места, связанные с мансийским языком. Это, во-первых, редакция мансийской газеты «Луима Серипус» и Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок, у которого, помимо Хантамансийска, есть также, насколько я знаю, филиалы, по крайней мере, в Березовском районе. Вот, собственно, редакция газеты «Луима Серипус» — это удивительное место, потому что она находится в самом центре Хантамансийска, и там можно идти по коридору и слышать звучащую мансийскую речь. То есть редакторы мансийской газеты общаются в офисе между собой по-мансийски зачастую. Это шикарно, это очень радует при общей численности носителей языка примерно в тысячу человек. Ну, там не все сотрудники, например, технические сотрудники не владеют мансийским языком, но имеют интерес к этому, а редакторы-журналисты — все свободные носители. Что же в Свердловской области в контраст к этому? Носителей не больше, ну, ста человек, но вообще, мне кажется, не больше где-то 70-80 человек, они проживают в Ивдельском районе, это самый северный район Свердловской области, и языком свободно владеют представители всех поколений, в том числе дети. Все дети Ивдельского района манси, ну, которые проживают в мансийских деревнях, владеют мансийским языком. И манси в основном проживают в мононациональных мансийских деревнях вдали от городов в Тайге, в самом большом таком населенном пункте, около 25 жителей. Это деревня Ушма, это самая большая мансийская деревня в этом районе. И условия жизни там непростые, там, ну, вот действительно дикая тайга, соответственно, нет магазинов медицинской помощи, света, связи, интернета, дорога очень трудная и тяжелая, и, в общем, именно на вот такие бытовые выживательские вещи уходит много энергии. Ну, кроме того, нет средств связи, как я уже сказала, и контакта со внешним миром довольно мало, хоть и некоторые носители приезжают в города, те, кто живут в Тайге, все равно выезжают в город либо по каким-то делам с документами, либо в магазины, но в основном носители находятся у себя дома. Вот часть населения деревни Ушма, эта фотография сделана этим гетом. Что касается отношения к языку, по поводу ХМАУ у меня пока есть только неглубокие наблюдения, потому что я ездила по деревням этого округа только один раз, и, ну, раз пять, наверное, была в хантамансийске. Вот. Ну, а там видно, что язык несет важную символическую и самоидентификационную функцию, то есть, ну, людям важно, что они манси, что у них есть мансийский язык, у них есть уважительное отношение к языку, ощущение его важности. И из этого происходит некоторая мотивация какой-то деятельности, по крайней мере, косвенно связанной с мансийским языком и культурой. То есть, людям там интересно вышивать мансийские орнаменты, шить мансийские платья, там, читать, ну, вот, некоторые выпуски газет, например, на мансийском языке. И есть серьезные опасения по поводу утраты языка молодым поколениям, то есть, люди действительно обеспокоены этим, они считают это проблемой, и есть боязнь, что вот буквально через одно-два поколения язык может исчезнуть. Но, тем не менее, видно, что остается частично отношение к мансийскому языку как к языку традиционной культуры и традиционного образа жизни, от которого многие отошли. Вот, например, мансий, которые находятся в городах. Но, тем не менее, они часто приезжают, ну, те, с кем я общалась, в свои родные деревни, например, в роли журналиста уже. Но все равно видно, что люди перешли на городской образ жизни, и не во всех сферах им приходит в голову использовать мансийский язык. Это одна из деревень района в Хантамансийском округе. Здесь нарядные женщины пришли пообщаться на мансийском языке. Они все носительницы, некоторые из них в мансийских пассиях, в платках, в прочих украшениях. Для них это было вот такое важное культурное мероприятие, хотя мы просто собрали их поговорить на мансийском языке. В Ивдельском районе отношение к языку вообще другое абсолютно. Для них, ну, и это очень такая интересная разница, потому что для них язык – это данность. Ну, вот просто есть мансийский язык, да. Это инструмент, которым мы пользуемся. Со своими говоришь по-мансийски, с другими говоришь по-русски. И нет привязки именно к традиционной сфере. То есть по-мансийски на моих глазах обсуждались там ремонты вездеходов, снегоходов. В процессе этого самого ремонта вся дискуссия ведется по-мансийски. Все вещи, связанные с внешним миром, тоже могут обсуждаться по-мансийски. И нет привязки к сферам. То есть там молодежь переписывается в соцсетях друг с другом. Ну, по крайней мере, частично иногда и преимущественно по-мансийски. Все созваниваются с родственниками говорить по-мансийски. И нет опасения утраты конкретно языка. Но есть серьезные опасения, что их малочисленное сообщество просто перестанет существовать. Потому что условия проживания опасные. К сожалению, часто происходят несчастные случаи. Численность уменьшается. И то есть про язык тут никто не думает. Просто все им пользуются и все. А вот то, что сообщество может исчезнуть, Это действительно беспокоит людей. Это действительно страшно. Вот. Сейчас. А, да. Это иллюстрация нашего мансийского рэпера, который происходит из ибдельских манси. То есть и в такой сфере, например, используется язык. Он пишет свои треки, даже записывал клипы. Все на своем мансийском. Кратко про наш проект. С семнадцатого по девятнадцатый год мы занимались документацией. И, конечно, задумывались про жизнь мансийского народа, но не очень глубоко. А с девятнадцатого года мы перешли к ревитализационным действиям. И попытались организовать регулярное взаимодействие и вне экспедиции. И тут мы увидели много трудностей. Что, во-первых, большая часть населения, ну вот, почти круглый год в Тайге. И с ними трудно связаться, если ты там не находишься. Потому что единственное средство связи – это таксофон, который еще зимой может замерзнуть. Если приезжаешь в деревню, все тоже непросто. Потому что люди могут быть на охоте, на сборе шишек, на сборе ягод, на рыбалке, в горах, в городе и так далее. То есть, ну, понятно, что люди заняты, и нужно уважительно относиться к их времени. Но часто из-за недостатка такого времени деятельность не удается выстроить. Фотографии деревни Ушма. Вот. И, соответственно, в связи с этими ситуациями для ревитализационных проектов мы ставим разные цели. То есть, в ХМАО – это увеличение числа активных носителей, расширение функций языка на общественную сферу, что уже происходит в Мансийской газете, коммуникативное обучение новых детей и молодежи языку, увеличение контента на Мансийском языке, создание групп и мероприятий, связанных с языком. А в Выбородском районе – это вот как раз было бы хорошо обеспечить эти рабочие места, связанные с языком, создавать вместе с этими свободными говорящими носителями, например, с детьми и молодежью контент для распространения к другим Манси. И еще то, что мы обсуждали и в ХМАО, и в Ивдиле, что эти дети и молодежь могли бы быть наставниками для неговорящих детей и молодежи, что тоже классная идея всем показалась. Но в первую очередь нужно буквально обеспечить физическое выживание ивдилетских Маниси. И вот возникает вопрос, можем ли мы как-то решать социально-бытовые проблемы в рамках проекта по ревитализации совместно с носителями. Сначала мы решили попробовать просто помочь нашим наиболее активным носителям. И мы, во-первых, помогли Мансийскому рэперу и записывали с ним контент. Во-вторых, мы обеспечили постоянной работой еще одна носительница, которая проживает в городе Северо-Уральске, и записывали разные вещи с ней тоже. Но для этого Мансийский рэпер, во-первых, переехал в город к одному из участников проекта, ему было найдено там жилье, добыт компьютер, и с ним производилась ежедневная очная оплачиваемая работа. Второй носительницей был тоже куплен компьютер и диктофон, и ее работа также оплачивалась. А для ее сестры мы снимали видео для тиктока. И по словам обоих носителей, вот эта оплачиваемая работа с языком, во-первых, очень сильно повысила мотивацию заниматься языком, хотя она и так была. Во-вторых, повысила уровень жизни, добавила время, добавила силу и вообще сделала как-то жизнь позитивнее и более творческой. И позволила погрузиться в язык полностью. Вот фотографии. На верхней фотографии правой – это пересказы фильмов, которые снимались с этим носителем. То есть он смотрел фильмы разные популярные и пересказывал их на мансийском языке, мы выкладывали это на YouTube. Наверное, из-за недостатка времени я пропущу и проработаю с детьми несколько слайдов, к сожалению, но ее мы тоже производили. Это работа в интернате в поселке Полуночное, мы делали комиксы, мультфильмы с детьми. Но мы поняли быстро, что нужно вообще как-то охватить сообщество в целом и сделать что-то лучше для него, тем более, что у сообщества был большой запрос, и они с нами делились своими проблемами и просили нас помочь что-то придумать. То есть, во-первых, в их районе проживания отстреливается дичь, вылавливаются рыбы браконьерами и туристами, загнездняются реки кайрьерами, загрязняется природа в целом, отсутствуют дороги, мосты, современная техника, современные лодки. И это приводит к трагическим случаям. То есть буквально в 2019 году, например, пять романси утонули на реке, когда плыли домой на лодке. Нет электричества, нет связи интернета, не сходишь в магазин, ну и нужно отдавать детей в интернет, где тоже много своих проблем. И этим летом мы подумали и попробовали что-то сделать, и вот я просто кратко рассказываю мои попытки. В общем, мы встретились с администрацией города Ивделя и долго беседовали, и они соглашались с нами. Потом мы встретились с представителями общества спасения Манси. Такая организация существует, и она как бы оказывает помощь Манси Свердловской области. Также удалось встретиться с губернатором Свердловской области. Встреча была освещена в местных СМИ, что также ускорило деятельность Ивдельской администрации по нашим просьбам. Встретились с местной газетой, которая написала про проблему Манси и про нас. Встретились с министром природных ресурсов и экологии Свердловской области, которого выслал по нашей просьбе губернатор. И с ним были запланированы разные там объезды по контролю загрязнений рек и всего прочего. И все происходило хорошо, то есть нас действительно слушали, и мы вместе с Манси ходили. Вот фотографии сверху в правом углу, это мы очень серьезно разговариваем с губернатором. Снизу мы с обществом спасения Манси, вот посередине наши две носительницы, а не родственницы. Вот, и мы говорили про разные вопросы. В итоге Манси завезли интернет, и он хорошо работал, и мы даже говорили с ними по видео, но через два месяца он перестал работать, и никто с этим ничего не делает. Дальше обещали дрова, стройматериалы и так далее, но тоже все было не сделано. И в целом, ну вот, с результатами не очень, потому что я понимаю, что чтобы что-то происходило, нужно просто вот там сидеть на месте, постоянно приходить в администрацию или постоянно их вызванивать, и тогда что-то будет, потому что пока мы там были, что-то делалось, вот мы уехали, и через несколько недель все постепенно затихло. Вот, у меня время, наверное, заканчивается, еще три минуты. Вот, и главный вывод, что нужно совершать всяческие действия оффлайн, можно договориться дальше о личной встрече с губернатором, который предлагал такой вариант, чтобы решить проблему хотя бы с дорогой, чтобы люди спокойно добирались до дома, и хотя бы с интернетом, чтобы с ними можно было общаться. Вот, и при наличии того же интернета, например, часть женщин с ушмы, которые зимой просто в основном сидят дома, потому что дети у них в интернете, а муж на охоте, можно было бы взять на удаленную работу. Они могли бы там создавать какой-нибудь контент, монтировать контент. Мы это все обсуждали, людям это интересно. Вот, и, ну и также с молодежью вот мы думаем о том, чтобы их как-то сконтактировать с мантией из Хмала, потому что если объединить эти два сообщества, это будет такой большой мотивационный ресурс для продолжения работы с мантийским языком. Но вот все выводы, к которым я прихожу, это чтобы социальные проблемы решать, и чтобы начинать людей увлекать в ревитализацию, нужно вот находиться на месте постоянно, быть среди сообщества физически, поддерживать его, и быть мостом между ним и высшими силами, и всякими правительственными структурами. И я думаю, как, короче, что с этим делать? Вот я говорила, что это адекват размышления, вот я думаю. Но я кратко хотя бы, хотя получилось, наверное, сумбурно, попыталась рассказать, вот какие попытки можно делать перед тем, как, ну и во время того, как вовлекать людей в ревитализацию. Просто сначала, чтобы они хотели сделать, могли сделать что-то для своего языка, иногда им нужна помощь. Вот. Это все. Спасибо. Спасибо, Дарья Олеговна. Первым поднял руку Артем, но он пропустил Егора Кашкина вперед. Пожалуйста, Егор. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Ну, мы понятно, что когда приезжаем в любые экспедиции, мы можем видеть много роскошных вещей на местах, да, и вопрос в том, где все границы, после которой лингвист должен, а до которой он не должен в эти социальные проблемы вмешиваться, вот как ты себе это видишь. Потому что, с одной стороны, ну, понятно, что такая гражданская позиция, помощь сообществу всегда хорошо, тем более, там, невозможно осуждать, да, как там некоторые, в общем, в некоторых ситуациях осуждать пытаются. Но, с другой стороны, ведь и нет ли тут такой опасности, что если начать на местные власти очень сильно давить, в следующий раз и эти, а то и какие-нибудь другие в другом регионе, да, посмотрев на такие истории местной власти, просто лингвистов не пустят, ну, чтобы меньше проблем было, да, это ведь такая вещь, которая, может быть, ну, политично совершенно для коллективов, да, ну, и неприятно в плане, там, транспортных и каких-то прочих вещей, да, если с этим помогать откажутся. Вот, спасибо. Да, спасибо за вопрос, это все то, о чем мы ежедневно и ежечасно думаем, безусловно, но, во-первых, мне кажется, что если это лингвист именно, ну, вот, лингвист, который хочет получить языковой материал или совершить документационные какие-то вещи, то, возможно, и не надо вмешиваться. Но когда речь идет именно о плотной работе сообществом, ну, вот, по возрождению языка, по запросу сообщества, то, наверное, все-таки я считаю, что вмешиваться надо, но здесь нужен такой хороший прокачанный навык дипломатии. И я вот его пытаюсь прокачать. Вроде частично получается. То есть, да, естественно, нельзя ни на кого давить, но при этом нужно демонстрировать убедительность, но и при этом понимание. Ну, то есть, это вот очень тонкая грань, по которой нужно балансировать. Говорю, вот, пока вроде у нас все с этим нормально. То есть, нами скорее, вот, например, губернатор, он нами скорее заинтересовался, чем почувствовал какое-то давление или какую-то угрозу. Но он зовет вот лично встретиться, например, обсудить это все подробнее. То есть, тут надо действовать вот чисто по ситуации. То есть, я ничего не знаю, например, про правительство Хмала. Ну, нет, чуть-чуть знаю про правительство Хмала, но я с ними лично не сталкивалась, и поэтому как вести дискурс там я абсолютно не представляю. А когда я сюда езжу уже пять лет, и, ну, я знакома с этими людьми, я их вижу, я более-менее начинаю понимать, что можно сделать, чтобы никого не обидеть, но при этом сделать лучше. Ну, то есть, это такая вот психология, дифломатия, все вместе, и тут уже непонятно, где в тебе лингвист, а где вообще что. Спасибо. Артем, пожалуйста. Даша, спасибо. Очень такая глубокая презентация, я бы даже сказал, философская. Даша, отдельное спасибо за упоминание важности рабочих мест со знанием языка. Я надеюсь, мы об этом еще скажем на закрытии. Правильно, я тоже вот сидел и думал, да, что в этой ситуации делать. Мне кажется, чему должна нас научить ситуация с мансийским сообществом, которое очень небольшое, да. Мы даже говорили как-то в кулуарах о том, что оно настолько небольшое, что даже уже там чуть ли не все друг другу кровные родственники. Да, и в этом случае, к сожалению, мне кажется, мы не можем замыкаться на этнических мансий. Мы не сохраним язык, если не будем учить языку мансий людей извне. Я не знаю, как это лучше сделать, но это вот действительно размер сообщества настолько мал, что надо думать о том, что все-таки смешанные браки рано или поздно будут, и язык должен распространяться вне этнических мансий в том числе. Ну, это просто моя мысль такая. Да, я, безусловно, понимаю эту мысль. Лично я про неэтнических мансий пока не думала, но вот основное про то, что мы думаем и с носителями, и я сама, это про объединение мансий из разных сообществ, потому что сейчас свердловские манси и хантамансийские манси очень изолированы. Я знаю случай одного брака между юридельскими манси и хантамансийскими, который очень, насколько я знаю, хорош, успешен, и там двое детей, которые владеют мансийским языком. Вот, и, ну вот, мы пока думали брать, ну, как бы взять какую-то стратегию вот на сближение именно разных мансий сначала, а дальше посмотрим. Ну, то есть, не знаю, по крайней мере, все испытывают друг другу к любопытству вот из этих двух групп мансий. Осталось полтора минуты, пожалуйста, Иржин Сюлханова. Спасибо. Ой, Дарья, большое спасибо за ваше выступление. Вот вы поняли вопросы, которые меня очень давно волнуют, да, но как-то об этом не так сильно много говорится. То есть у меня тут был маленький вопрос, да, вот касательно, вот вы говорили, вот мы, значит, профинансировали вот рэпера, да, вот женщину, да, чтобы она там сидела, там записывала контент, да. Мне просто интересно, если это можно сказать, из каких средств, да, это что-то грант или что-то такое было. Вот, и, да, и попутно уж, да, вот я проводила, когда вот, ну, уже достаточно много лет назад, вот исследования, да, вот в Бурятии, и там вот люди говорили, да, вот, ну, знаете, вот мне нужно найти хорошую работу, а мне нужно как-то вообще устроиться в жизни, а вы тут со своим языком, да, вот, значит, и вот ведь разве не так, что вот, что вот если регион и если вообще сообщество вот более экономически вот благополучно, да, тогда и с языком, ну, у них есть больше возможностей, да, как вы тоже и говорили, да, нужно, чтобы человек не боролся за существование, вот, и тогда мы можем думать о каких-то других вещах, там, включая и язык, да, ведь та же страна, вот, Басков, да, вот мы слушали сегодня доклад, это экономически благополучный регион, как было сказано, да, налоги остаются там, и люди сами решают, что их можно пускать и на язык в том числе, да, и у нас то же самое, если посмотреть, да, там, Якутия, Татарстан, экономически более благополучные регионы, и тоже они имеют возможность свой язык поддерживать, да, а у нас вот сохранение вот языка, вот, получается, как бы задача, вот, отделенная вот от сообщества, да, вот люди борются действительно вот за выживание, да, а мы тут действительно со своим языком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА